Сегодня я хотел бы немного поговорить о сериале «Грызня». Это нашумевший американский сериал. Вот он только-только вышел в 2023 году. Я записываю этот ролик еще до начала наградного телевизионного сезона американского. Но вот едва этот сериал появился весной, а вокруг него сразу поднялся довольно-таки, я бы сказал, даже необыкновенный шум. Во всяком случае, в российской кинокритике. Все стали говорить, что это один из лучших сериалов года. Вот только-только он появился, а вот уже. И стали пророчить ему всевозможные телевизионные награды. В первую очередь, Эмми, главная американская награда по итогам американского телегода. Ну вот сейчас записываю этот ролик. Не знаю, насколько это все оправдается. Ну, вполне возможно. Вполне возможно, будут и номинации. Ну, номинации-то будут наверняка. А вот победа, ну, она вполне возможно представляется. Действительно, может быть, все эти прогнозы оправдаются. Ну, на самом деле, лично для меня, вот весь этот шум вокруг этого сериала, который заставил вот так, ну, мгновенно тоже к этому, к просмотру этого сериала присоединиться и вот сразу его посмотреть. Обычно я не столь быстро, как бы, что-то смотрю. Я вполне могу, как бы, там, может и год пройти, и более, или, там, полгода. В общем, то есть, да, сериал пусть нашумел, но я не спешу с просмотром. Ну, как бы, много других сериалов еще не посмотрено. Я не говорю уж о фильмах. А вот случай с грызней, вот я как-то, да, вот все так, как-то восторженно так об этом сериале отзывались. И как-то я так тоже думаю, ну, так, я схватился. И вот как раз вот этот общий шум вокруг этой грызни лично мне повредил, потому что я ожидал совершенно другого. Я как-то, вот, был настроен уже на, ну, на нечто, ну, иное. Я особо вот так, я не стараюсь, я стараюсь не читать вот чужую критику до того, как я сам что-то посмотрел, ну, чтобы не сбивать как прицел, вот, чтобы составить собственное ощущение. Я, скажем так, воспринимаю вот этот шум, скажем, покасательный, да. И вот тем не менее вот шуму относительно грызни, он, наверное, меня вот повел по иному направлению, потому что я, я был этим сериалом разочарован. Я, я не вполне понял, о чем все так шумели. Я почему-то представил себе, что действие этого фильма будет разворачиваться, ну, совершенно в ином ключе. И, конечно, меня, ну, удивило то, что... Я ожидал какого-то всплеска страсти, ну, более, ну, более, скажем так, насыщенного, нежели то, что в итоге увидел. Тут история ведь в чем, значит, два гражданина Америки азиатского происхождения, вот скажем так. Есть мужчина, есть женщина. Женщина довольно-таки успешная, ее играет актриса Элли Вонг, она, ну, создательница некого бизнеса, который вот-вот она готовится продать, еще более успешной женщине. И там цена сделки, в общем, где-то 10 миллионов или десятки миллионов, или несколько миллионов, ну, в любом случае, много. То есть она богатая, она богатая женщина. И есть мужчина, значит, он, его играет Стивен Йон или Стивен Ян, как-то в зависимости от того, где вы, из какого источника вы смотрите, вот, русский перевод имени. Он у нас, ну, и не только у нас, он в Америке, нельзя не уточнить, вот этот актер, он просваивался, ну, как-то более известен, благодаря фильму «Минария». Ну, довольно-таки любопытной такой картине, роль в которой он получил даже номинацию на премию «Оскар». Ну, в общем, то есть, как бы, известный человек сегодня. И вот он, он как бы обычный работяга, которому не везло по жизни, не везет и сейчас, он весь вот такой, как бы, это, он, скорее, не устроенный в жизни. И множество его проблем, они, собственно, возникли и возникают от того, что, ну, он сам по себе, он неудачник, как и невезунчик. Он все время во что-то вляпывается, в какую-то фигню. И вот в данном случае он вляпывался вот в неожиданное, ничем не обоснованное противостояние с этой героиней, которая вот началась абсолютно на пустом месте. А как-то они неудачно разъехались, их машины с парковки, значит, как-то, в общем, не понравились они друг-друг, там, подрезали, там, бибикнули, показали факт, там, еще чего-то. И вот он с какого-то лягу, он просто, он в этот момент попал вот на такую вот, ну, его жизненную вот точку в его судьбе, когда он весь на взводе, весь на природе, он решает кинуться за этой машиной в погоню, непонятно зачем, ну, накричать, наорать, может быть, там тоже как-то подрезать. Но водитель на другой машине, оказывается, тоже, в общем, не лыком шит. Вот, собственно, это она, он не видит, и поначалу не знает, что это женщина. И вот эта погоня такая довольно-таки лихая, вот, чтобы что, чтобы что доказать, чтобы доказать какое-то превосходство, чтобы, ну, как-то, ну, ответить какую-то на непонятную обиду, непонятно на что. Ну, вот такой, скажем так, дорожный инцидент. И вот эта, их такая, как бы, дорожная перепалка двух автомобилистов, она в итоге приводит к целой череде последующих событий, когда он решает, как бы, ну, вот, выплеснуть на нее, он еще поначалу не знает, что это женщина, выплеснуть на того водителя какое-то свое неудовольствие, свои проблемы жизненные, которые, вот, его все время на него накатывают, и приходит к тому, что он находит ее дом, приходит к ней, и не придумывает ничего лучше, чем обоссать ее в ванную комнату. Конечно, это ее уже возмущает, когда она, может быть, про эту автомобильную там погоню, может быть, ну, не то, что забыла, но как-то, в общем, на, ну, в общем, так, так как она на тот момент вышла победительницей, ну, это не, как-то привело ее, она не додумывалась до того, чтобы что-то там продолжать, это знакомство, скажем так. А тут получается вот такая явная агрессия, ее дорогой, ну, в общем, в ее доме, который вот она там любовно так и создавала, значит, пришел мужик и нассал, да. Это и она, как бы, делает ответный ход, и вот далее, и далее. И, на самом деле, я вот, когда вот пошли первые отзывы об этом сериале, я даже не вдаваясь вот в детали сюжета, я решил, что их вот это противостояние, оно будет гораздо более агрессивным. Ну, я ждал прям крови, ну, не крови, но вот каких-то таких страстей. Здесь, конечно, страстей полно, и, конечно, ты офигеваешь, за что люди могут дойти. Но, тем не менее, я, наверное, вот как-то я... Мне показалось, что там должно быть прям вот это... Я бы придумал бы в этом ключе еще больше бы, наверное, вот. Но здесь все-таки авторы, создатели сериала, они остаются, ну, как бы в каких-то таких реалистичных границах, да. То есть, уж совсем за пределы какие-то такие невозможные они не выходят. И вот, в общем, нам показывают истории вот этих двух персонажей, вот он и она. У нее довольно-таки вроде благополучная семья, вот у нее бизнес. Вот она все надеется этот бизнес продать с тем, чтобы уже посвятить себя в более полной степени и мужу, и дочери. Муж у нее весь из себя такой положительный. Он же, вот, герой, он такой весь действительно, как я уже сказал, неудачник. У нее брат, тоже они с братом, значит, чего-то там, как бы, какие-то у них отношения. У нее, значит, другой там родственник или знакомый, который доставляет ему такой родственник, скажем так, немножко прибуатненный, с какой-то криминальной такой начинкой, тоже доставляет ему немало таких неприятностей. И вот две судьбы, которые параллельно вот мы за ним наблюдаем, вот за каким-то, им начинаем сопереживать. Действительно, вот у них все непросто. И они, чем они близки? Они вот такие, они взрывные. Их легко вывести из себя. Они, допустим, муж героини, он ей говорит, ну ты спокойно, дыши глубже, да, старайся вот проблему свои как-то вот так воспринимать отстраненно, да. И как-то ты, ну, не придавай многому значения. Как-то вот, ну, что там, дзен, там, йога, вот, медитации, что угодно такое, нирван, да. Вот находи в себе вот какое-то спокойствие. А ему, вот, герою, сказать это уже некому, потому что брат общается с ним несколько иначе. Брат сам по себе тоже довольно-таки, тот еще, в общем, Аботус. И вот дальше, и начинается там, вот, заворачиваться какие-то вот такие, как бы, истории. Та же героиня, она вот, пытаясь выйти на этого героя, она, получается, там, в них как раз начинаются какие отношения, как раз уже с братом этого героя, и так далее, и так далее. Потом у них в какой-то момент даже, как бы, наступает вроде спокойствие, и вроде бы они, как бы, приходят к миру, у них все налаживается и хорошо, и сериал делает временной скачок на несколько месяцев вперед, показывая нам, что, ну, они уже, ну, спокойно, что она достигла какого-то вот такого умиротворения, покоя, как бы, что он тоже какого-то успеха достиг, и тоже как-то... И тем не менее, вот их новая встреча, она вновь как-то взрывает, и вновь вот начинается история, продолжается история вот о затихшей месте, хотя, как они, за что они мстят, что они... И вот он, вот, вот, наверное, этот сериал и зацепил многих своих зрителей тем, что он проникает, вот пытается вот действительно показать вот этих людей, вот их психологию, как они думают, как... Вот это то, что называется, был такой фильм еще «Управление гневом», да, когда действительно вот есть люди, которые готовы вот воспламениться прямо щелчка, и у которых учат как-то своим гневом управлять, а вот здесь, получается, они этот свой гнев вот выплескивают, то есть здесь сериал посвящен не управлению гневом, а то, как как раз вот этот гнев выплескивается наружу. И мне как раз, может быть, почему я скорее этим сериалом разочарован, вот внутренне разочарован, что мне как раз, может быть, более... Хотелось бы больше этого гнева, больше этого огня, да, большего безумия. Здесь безумие, оно, конечно, ближе к финалу, оно доходит до, как бы, до какой-то возмутительной совершенно точки здесь, да, есть чему прямо поужасаться. Тут надо выделить, что на самом деле этот сериал, он лишен каких-то узнаваемых актеров, в основном здесь как раз вот актеры-американцы, как я уже сказал, азиатского происхождения, здесь вот азиатские лица в основном, но присутствует вот, скажем так, более известная нам актриса, Мария Белла, но я ее, во всяком случае, помню вот с фильма «Оправданная жестокость», например, хотя у нее много и других ролей, вот, наверное, в «Оправданной жестокости» наиболее она запомнилась, фильм аж 2005 года, то есть уже довольно давний, вот здесь она играет ту самую вот более, еще более богатую, более влиятельную бизнес-вумен, которая вот как раз хочет приобрести, и в итоге приобретает вот бизнес у этой главной героини, и как раз вот судьба вот эта несчастная, значит, вот бизнес-вумен, она, ну, она счастливая бизнес-вумен, но ее судьба оказывается гораздо более несчастной, и ужасающая, что в итоге происходит, попадает она под раздачу, именно она почему-то попадает под раздачу, вот, ну, и вот, да, тут всякого ужаса и вот такого как бы каких-то таких страстей полным-полно, но, тем не менее, они как-то поданы так, что я как-то, потому что внутренние ужаса действительно, что они творят, ну, как-то мне, может быть, действительно не хватило, мне, я как-то был настроен на бой, на более лютую жизнь, и мне как раз показали, это очень медленный сериал, вот так, если прямо говорить, очень такое начало, бурное, легкое вот эта погоня, сразу задает какой-то настрой, а дальше все дальнейшее движение, оно прямо вот как бы противится вот своему же яростному началу, и все дальше идет на таком расслабоне. Да, они вот как бы со своим гневом пытаются справиться, но такое как бы ничего не происходящее. Да, есть некоторые такие насыщенные сцены, там, допустим, они в какой-то момент оказываются в Лас-Вегасе, и там тоже есть сцена такая как бы очень напряженная, когда они могут там пересечься, пересекутся, не пересекутся, и вот как бы вот, и там такой драйв вот действительно есть, переживаешь. Но вот какие-то сцены с таким внутренним напряжением, они в этом сериале мне показались как раз редкость, не правило, а исключение. И в основном это такая какая-то такая сериал построен на ожидании чего-то, что вот сейчас что-то произойдет, и совершенно не факт, что что-то произойдет на самом деле, или, во всяком случае, это произойдет не совсем так, как тебе бы хотелось. И вот лично я в итоге от произошедшего, когда это происходит, я вот, повторюсь, опять же, я разочарован. Я ждал другого, и вот это напряжение для меня оказывается неоправданным. Что больше это все вот такое оказывается бла-бла-бла, персонажи проговаривают свои проблемы, какие-то свои переживания, и мы прям ждем, что вы уже сойдитесь друг с другом, их линии разворачиваются параллельно, и вот они пересекаются именно в каких-то критических точках уже, но последние серии они пересекаются уже напрямую, и вот обнаруживают, что они на самом деле родственные души, и их, как бы можно назвать, а мы этого и ждали. Ну, я говорю, то есть вот это все, потому что сам по себе сезон, он не очень большой, вроде бы как бы, не самые большие серии, и вроде это все довольно-таки, ну, как-то там, не столь уж богато на какие-то события, поэтому и кажется, что все это очень так неспешное, такое разговорное, такое, ну, вот как бы, ну, бла-бла-бла опять же. Это, я не против такого рода даже, ну, да, надо, фильм явно хороший сериал тем, что он проговаривает, проговаривает эти, ну, проговаривает эти характеры, это, ну, меня вот это как-то, может быть, я не нашел личного соприкосновения с этими персонажами, может быть, они как раз меня отталкивают тем, что, ну, явно я не люблю, ну, мало кто, наверное, любит подобного рода беспокойных таких людей, ну, которых ты можешь, ну, ты понимаешь, что они не уравновешенные, ты можешь с ними сидеть за столом, а потом они в какой-то момент, бац, и готовы всю посуду, как бы, со стола, как бы, сгрести. Это некомфортное такое же, да, и вот, может быть, эта некомфортность, она транслируется и в этом сериале, и ты, как бы, не очень этому рад. И это, наверное, тоже как-то влияет тоже на тебя, и ты, ну, как-то не очень этим доволен, и вот не очень, получается, доволен и самим сериалом, самим вот тем, что ты видишь. В общем, я в итоге, мигом взявшись за этот сериал, вот как только о нем стали говорить, я в итоге смотрел его, вот, в итоге не спеша, и у меня, наверное, просмотр этих десяти серий растянулся, ну, не на месяц, ну, на несколько недель точно, в общем, с какими-то перерывами. В общем, я оказался этим сериалом не впечатлен. Да, вполне возможно, что он по итогам, действительно, сезона он какие-то награды и получит, и, возможно, значимы, и это будет, наверное, оправдать, это легко можно будет оправдать, что, наверное, действительно, для американского сегодняшнего телевидения это, наверное, в чем-то прорывной сериал, не только потому, что он показывает азиатов, да, на американском, таком белом, как бы, телевидении, но как-то потому, что, действительно, вот он говорит о людях, внимательно это к ним относится. Ну, мне это оказалось не близко. Не то, что не близко, но как-то даже не очень интересно. Да, я могу понять и могу объяснить вот какое-то восторженное приятие этого сериала другими критиками, но я не могу их поддержать. Я бы, скажем так, за этот сериал не голосовал бы. Ну, а вы, вы уж это решаете сами, может быть, вы уже и сами его посмотрели, тоже поддавшись на вот этот общий энтузиазм, может быть, посмотрите только потом. Да, посмотреть, наверное, его имеет смысл, ну, вот что бывает, вот такие, американцы снимают вот такие сериалы, вот поднимающие такого рода проблемы. И тоже как-то перенести на себя, ну, понятно, что, да, это грызня, она возможна и у нас, и в наших реалиях. Мы тоже можем представить массу ситуаций, когда вот на улице люди вдруг-то неожиданно начнут грызть друг с другом, а уж на дороге, и тем более... Ну, то есть, вроде бы, это такой сюжет довольно-таки универсальный. Его вполне можно представить и в виде ремейков, наверное, в очень многих странах, где есть действительно и свои неудачники, и свои успешные, это всё есть везде. В этом отношении он такой выигрывает, да, по сравнению с другими, и тут есть за что цепляться. Может быть, какие-то другие версии этого же сюжета, они окажутся в итоге более успешными. Я вполне мог бы поставить на то, что какие-то вариации этого сюжета, какие-то ремейки, они могут вполне появиться в других странах. Это более чем возможно. Но, опять же говорю, вот я не могу назвать себя поклонником этого сериала. Ну вот, как-то так вышло. Всё-таки это оказалось не совсем моё. Всё-таки, что это происходит? Продолжение следует...